Дальзавод – одно из крупнейших предприятий Владивостока. Здесь работает почти 3,5 тысячи человек. Многие из них – большую часть жизни. Для меня было важно перед встречей с вами еще раз посмотреть на условия работы, цеха, типы выполненных работ. Ну, впечатлило. Чтобы осмотреть все производственные мощности дальзавода, главе Владивостока понадобился не один час. Предприятие включает механомонтажное, котельное, кузнечно-литейное, термическое и трубообрабатывающее производство. Большая часть зданий, в которых размещаются цеха, построена в начале 20 века. Работает техника из советских времен, но она надежна и безотказна. Внушительное производство в стенах исторических зданий – впечатляющее зрелище, отметил Виталий Веркиенко. Мне показали в том числе первую, вторую, третью очередь реконструкции планируемых, расширение объемов производства и ремонта, вероятно, не только военных судов, но и гражданского флота. Я, как глава города, очень заинтересован в том, чтобы и так крупнейшее предприятие города, но еще больше развивалось. Мастерские для технического обеспечения и ремонта флота были основаны спустя 27 лет со дня основания поста «Владивосток». С тех пор более 130 лет в бухте «Золотой Рог» ремонтируют военный и гражданский флот, строят суда и плавсредства различного назначения и изготавливают металлоконструкции любой сложности. Как говорят специалисты, нет такой техники, которую не могут отремонтировать на дальзаводе. На встрече с работниками дальзавода Виталий Веркиенко обсуждал, как привести в порядок городские территории, развитие системы ТОСов, электротранспорта, проблемы точечной застройки и пробок. Также глава города поблагодарил сотрудников за подарок, который завод в свое время сделал Владивостоку, набережную Цесаревича. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.